Итак, коллеги, у нас очередная лекция, она у нас четвертая по счету в этом курсе «Монтаж-эксплуатация борового оборудования». И сегодня мы поговорим о такой теме, как перемещение боровой установки. Перемещение боровой установки мы можем выполнять для различных целей. В некоторых случаях мы просто завершили процесс бурения, и нам нужно забрать боровую установку с площадки куда-то, ее на консервацию ввести, например, на базу, либо, например, перевести на другое месторождение. Бывает так, что мы перемещаем боровую установку и в процессе работы на каком-то кустовом основании, то есть когда мы одну за другой отбуриваем скважины, мы осуществляем тоже перемещение боровой установки. Понятно то, что оно немножко по-другому складывается, называется оно передвижкой буровой. И вот наша задача сегодня разобраться, а как вообще эти процессы осуществляются, с помощью какой техники, либо какие-то в том или ином случае есть особенности. Давайте это и разберем. Итак, есть по сути разные классификационные подходы к тому, как объяснить транспортировку бурового оборудования. То есть можно говорить, грубо говоря, о том, по дальности классифицировать, можно по объемам перевозимого оборудования и так далее. Мы постараемся это все сегодня в рамках нашей лекции охватить. Ну и вот первый такой классификационный критерий – это способы транспортирования буровой. Можно два варианта осуществлять. Это когда вы перевозите буровую установку большими крупными блоками и когда вы перевозите оборудование буровое с помощью общественного транспорта. Ну, это даже не так. Это я, конечно, выразился грубо. Это транспортом общего пользования. То есть общественный транспорт – это автобусы, троллейбусы и прочее. А здесь мы подразумеваем то, что мы в обычной жизни видим. То есть вы вышли сейчас, посмотрели направо-налево, увидели КАМАЗ, КРАЗ, МАЗ, еще какие-нибудь крупногабаритные автомобили, которые могут перевозить какое-то оборудование. Вот это называется транспорт общего пользования. Когда мы говорим про перемещение буровой установки большими блоками, ну, то есть когда она фактически чуть ли не целая перемещается, тут, конечно, уже включается специфика. То есть есть здесь свое специфическое оборудование, которое для этих целей используется. Мы с ним тоже познакомимся сегодня. Если говорить о транспортных средствах для перемещения буровой установки, то их принято классифицировать на две таких вот крупных категории, как универсальные и специализированные. И наша задача для начала разобраться, о чем они друг от друга отличаются. Давайте посмотрим. Так, что такое универсальные? Универсальные – это вот приблизительно то, что мы сейчас видим на слайде, о чем я чуть ранее сказал. То есть это, по сути, любая грузовая автомобильная техника, которая может что-то тяжелое перемещать. То есть ее грузоподъемности должно хватать для того, чтобы загрузить какой-то наш объект, например, буровой насос, и спокойно перевозить на новое место. Ну, допустим, это совершенно нормальная практика для северных городов. То есть понятно, что Томск, хоть Томская область и имеет свои запасы нефти и газа, но мы не видим такого, чтобы у нас здесь по улицам ездили, допустим, машины с буровыми насосами и так далее. Если же мы поедем в Ханты-Мансийский автономный округ, либо там Новый Урингой, тем паче, там вот это нормальная практика, когда ты видишь, что ей, допустим, КамАЗ, и на него загружен именно такой объект. Ну, то есть я говорю, здесь основной момент, что чтобы техника могла перевозить этот груз по массе, и по габаритам, чтобы он в нее влез. Но как на этой технике мы можем перевозить сегодня насос, завтра мы будем перевозить на ней цемент, либо кирпич, какая по сути разница. То есть в этом и заключается универсализм данной техники. Сами по себе вот эти средства универсальные, которые применяются для транспортировки бурового оборудования, они могут также классифицироваться и подразделяться на различные категории. Но одним из самых, наверное, простых технических средств, которые в рамках месторождения применяются, особенно когда много оборудования нужно возить, возить, это являются тягачи. То есть тягачи с трейлерами. Ну, то есть это само по себе. Вот здесь я, конечно, взял картинку просто игрушки детской. Ну, то есть это, по сути, тягачи, они применяются и в военной технике везде. То есть идея в том, что это достаточно мощное транспортное средство с мощным приводным усилием, и у него есть трейлер, то есть устройство, куда мы что-то можем загружать. Основные эти транспортные средства, они хороши с позиции транспортировки бурового оборудования в рамках месторождения. Потому что на такой тягач можно нагрузить достаточно много оборудования. Оно может быть и крупногабаритным, иметь крупные габариты, достаточно выступающие даже за пределы дороги. Главное, чтобы была возможность перемещаться только. Но минус этого метода заключается в том, что если бы мы его, вот этот метод, хотели эксплуатировать где-то в пределах населенного пункта, то у нас бы эта техника простаивала. Да она, в принципе, и на месторождениях-то простаивает, да, потому что мы же транспортировку буровых делаем не каждый день. И это, конечно же, накладывает существенные ограничения. Ну, потому что сама по себе тут логика, она достаточно объяснимая. То есть это техника, которая нужна для перевозки больших объемов и тяжелых грузов. То есть, ну, по сути, лучше всего подходит под буровую установку. Если я, допустим, захочу перевезти там два мешка бентонита, да, например, по тонне, конечно, я могу перевезти на такой технике. Но вы сами понимаете, то, что с логистической точки зрения это нерентабельно. То есть, условно, этот тягач столько сожрет топливо, пока он будет сам себя даже тянуть и везти эти два мешка цемента, ну, собственно, что это будет не совсем выгодно. То есть вот эта техника, она, с одной стороны, хороша, благодаря своим возможностям, то есть можно много перевозить, но она и плоха, благодаря вот этим возможностям, потому что мы ограничиваемся. То есть чем больше техника, тем, собственно, более она ограничена в своем функционале. И я вам даже альтернативу приведу, не обязательно это вот на бурение рассматривать. Одним из минусов, допустим, транспорта нефти водного, то есть когда мы танкеры используем, нефтеналивные, как раз-таки являются их габариты. То есть если, допустим, у вас за океаном кто-то купил тысячу тонн нефти, а у вас танкер на 10 тысяч тонн, то вы в любом случае погоните этот танкер, который вместимостью значительно больше. И вы по факту в холостую будете использовать полезный объем. То есть это вот как пример в отношении таких вот технических средств. Если же мы говорим о более таких универсальных технических средствах, то здесь обычно идет как дележка. То есть сам автомобиль, да, но он может быть каким угодно. То есть нам не с руки рассматривать в бурении, что там есть Вольво, есть там МАН, есть КАМАЗ, есть КРАЗ и так далее. Но это уже, собственно, та техника, которую мы используем на своем месторождении в нашей буровой компании. Это, по сути, от нашего только желания зависит, и от наших финансовых возможностей. А вот если говорить о том, на чем мы перевозим груз, здесь есть уже интересная классификация. И вот эти, собственно, части техники, которые используются для перевозки, они нам интересны. То есть просто для того, чтобы понимать, как это все дело осуществляется. Но сама перевозка в основном производится на полуприцепах и прицепах. Почему так делается? Почему, допустим, не так часто используются самосвалы, у которых фиксированный кузов? Потому что у вас есть всегда возможность как раз-таки делать вариативность. Если вам нужно отвезти один буровой насос, вы возьмете маленький полуприцеп либо прицеп. Если же вам нужно повезти большой блок, то вы прицепите большую тележку. То есть здесь именно эта вариативность важна. Ну и, собственно, сами эти полуприцепы и прицепы, они классифицируются по тем объектам, которые на них будут транспортироваться. На каких-то удобнее транспортировать целые блоки, на какие-то трубы, коммуникации, на каких-то панелей и так далее. Это все зависит от специфики устройства конкретного этого же средства, прицепа либо полуприцепа. Сами по себе полуприцепы и прицепы, они классифицируются по виду и по высоте. Разберем сначала по высоте. Вот здесь у нас приведена классификация на три подтипа. Это высокорамные, полунизкорамные и низкорамные. В чем между ними разница? Суть высокорамных прицепов заключается в том, что у них самая большая погрузочная высота. Что такое погрузочная высота? Это когда вы подходите к прицепу и смотрите, на каком уровне он находится условно относительно вашего лица. Если, допустим, он находится на уровне глаз, это значит условно высокорамный. Там по-другому определяется, я чуть дальше скажу. Но суть в том, что это зависит от того, на каком уровне находится площадка для погрузки. Вот высокорамные – это самые высокие. И там специфика их заключается в том, что площадка для погрузки какого-то оборудования или перевозимого груза находится выше оси колеса. Дальше на картинке я покажу, чтобы это было понятно. Полу низкорамные – это тот случай, когда площадка для погрузки находится уже ниже верхней точки колеса. То есть это уже не так высоко. Есть низкорамные – это когда площадка для погрузки находится чуть ли не посередине колеса. Как это реализуется? Сейчас на словах понятно, учитывая, что вы не автомобилисты, не транспортировщики, вам кажется, что это за такая классификация. Сейчас я покажу, как это выглядит на картинке. Вот он, по сути, пример всех трех типов прицепов. Вот первый тип прицепа. Это так называемый высокорамный. Вот он, видите, колесо, вот оно здесь заканчивается, а площадка для погрузки находится где выше значительно. Если мы посмотрим на вот сюда, видите, это полу низкорамный прицепчик. Смотрите, если мы посмотрим, вот оно колесо, а площадка погрузки находится фактически вровень с верхней точкой колеса. И третий вариант – это когда у нас низкорамный полуприцеп, это когда у нас площадка для погрузки фактически либо чуть ли не касается колеса, грубо говоря, если проводить параллели, либо находится еще ниже. То есть это делается, когда колеса выносятся за пределы прицепа. То есть здесь вот есть определенная своя иерархия. То есть нужно понять, на кой черт это было придумано. То есть кто-то же придумал именно такую классификацию и для чего-то она была создана. Но здесь, я вас уверяю, здесь все вполне логично. То есть, как говорится, чем выше площадка для погрузки, тем, собственно, более, так скажем, у нас есть возможность по проходимости. Да, у нашего, так скажем, технического средства. Ну, другими словами, клиренс у нас больше. То есть мы можем по большим, так скажем, ухабом ехать вот с таким грузом. Но в чем мы проигрываем? Чем выше у нас площадка для погрузки, то есть чем выше у нас этот прицеп, полуприцеп, тем, собственно, выше центр тяжести груза. Выше центр тяжести груза, следовательно, чисто потенциально проще завалить ваш вот этот прицеп на бок. То есть вот здесь именно устойчивость у него меньше. То есть выигрываешь в проходимости, теряешь в устойчивости. Выигрываешь в устойчивости, теряешь в некоторой степени в проходимости. Не обязательно, что здесь это такая прямая взаимосвязь. Иногда можно, как говорится, и на низкорамном прицепе просесть, завалиться на бок и потонуть. Иногда как бы совершенно обратная ситуация может быть. Здесь нельзя говорить, что это прямо такая прямая взаимосвязь. Но логика должна приблизительно такая прослеживаться. Дальше. Сами по себе прицепы еще делятся по виду. Есть хребтовые, кассетные, платформенные. Что такое хребтовые? Это по сути такие, вы их, я думаю, видели. Я сейчас покажу, как они выглядят. И они в бурении применяются для перемещения каких-то плоских протяженных элементов. Типа каких-то панелей. Ну, например, панели буровой установки. То есть щиты, которыми буровая закрывается от ветра. На них как раз-таки удобно такие элементы перевозить. И хребтовые кузовы, в них получается такой, как корпус, он такой пирамидальный. То есть вот сейчас я покажу. Вот он, как раз-таки, видите, хребтовый полуприцеп. То есть у вас есть основа. То есть основа. И здесь можно с этой стороны что-то разместить, закрепить. И с другой стороны что-то разместить, закрепить. То есть почему я сказал то, что каждый из вас, скорее всего, это видел в своей практике. На своей памяти может это вспомнить. Потому что на таких полуприцепах возятся железобетонные плиты и панели для домов. То есть это нормальное. Как раз-таки мы сейчас разбираем технические средства универсальные. То есть о чем я говорю. Что они могут как для буровой применяться, так и, пожалуйста, забрал его. И в городе какой-нибудь стройке пристроил. Он точно так же будет работать. Кассетные. Что за кассетные? У них это, по сути, как бы объяснить так, это продолжение, эволюция хребтовых вот этих полуприцепов. Идея в том, что у них похожая форма, но у них в центре есть такая специальная ниша, площадочка, куда еще что-то можно загружать. То есть вот сейчас я как бы покажу на слайде, как это будет выглядеть. Вот видите, вот он кассетный. То есть мы мало того, что что-то можем по бокам разместить, но уже не в таком количестве. Но зато у нас есть центральная часть, куда мы можем что-то наложить, нагрузить, допустим, трубы, обвязку какую-то и так далее. То есть можно блоки различного назначения перевозить на таком вот техническом средстве. То есть если хребтовый, он используется исключительно для каких-то плоских протяженных элементов, то здесь уже функционал больше. Ну и самыми, наверное, функциональными являются платформенные. Платформенные, их специфика заключается в том, что на них что угодно можно перевозить, главное, как говорится, закрепить. И они характеризуются своей площадью погрузочной. Вот сейчас покажу. Вот он, платформенный полуприцеп. То есть здесь, в основном, это просто как площадка. Вы сюда что угодно можете загнать, что угодно можете составить. Пожалуйста, закрепили тросами, стропами и так далее, и все, и поехали. То есть, ну, понятно, да, то есть логика такова, что функциональность идет от хребтовых к платформенных. Но, допустим, есть моменты такие, что какие-то вот такие панельные элементы, да, то есть, ну, протяженные, прямоугольные, тонкостенные элементы, их проще всегда грузить, допустим, на хребтовые основания, потому что она с таймой ставится, что я поставил, что я снял. Это удобно. Но с платформенным вам придется просто подольше произвести погрузочно-разгрузочную работу. Ну, то есть, вот видите, нельзя говорить, что, типа, вот, вот это вот самое лучшее, и, так скажем, остальное нам не нужно применять. То есть, если применяются различные технические средства, значит, у них есть какая-то определенная логика и мысль в их применении и назначении. Ну, я думаю, то, что это должно быть очевидно. Что касается специализированных технических средств для транспортировки бурового оборудования. Здесь можно выделить такие вещи, как специальные большегрузные платформы. Чем они отличаются от платформенных прицепов? Тем, что они негабаритные. То есть, специальная большегрузная платформа, она никогда не поедет по дороге общественного пользования. Просто потому, что она слишком большая. А также сюда относятся различные тележки для перевозки и тяжеловозы. И вот тут как раз-таки у людей, когда человеку говоришь тяжеловоз, у него какая реакция? Ну, ему сразу кажется, что это какой-то трактор большой, там, наверное, с какими-то большими колесами, и он что-то за собой тяжело везет. Но в действительности это совершенно другая вещь. И сейчас я вас познакомлю. Я думаю, что если никто их не видел никогда, то вы удивитесь даже немножечко. Сам по себе особенность вот этого специализированного транспорта заключается в том, что, во-первых, он, как я уже говорю, зачастую негабаритный. То есть, ну, вот просто по городу ты его не пустишь. Ну, и даже там по трассе его особо не пустишь. Во-вторых, ну, то есть требуются специальные трассы. И, во-вторых, помимо буровых, этот транспорт особо нигде больше не поиспользуешь. То есть, это как раз-таки транспорт с узким функционалом. Сами по себе поговорим про тяжеловозы. Спецификой тяжеловозов является то, что они нужны для перемещения буровой установки. И они должны характеризоваться несколькими факторами. То есть, они должны характеризоваться хорошей проходимостью и хорошей грузоподъемностью. То есть, чтобы поднимать тот вес, который нам необходим. Следовательно, количество тяжеловозов зависит от веса блока, который мы будем перевозить. Но сразу запомните, пожалуйста, для себя, то, что мы здесь используем правило трех точек. То есть, всегда у любой системы для транспортировки, для хорошей опоры, нужно минимум три точки. То есть, вы об этом отлично знаете. Это даже правило, ну, далеко ходить не надо, она же техники безопасности используется, что при перемещении по лестнице нужно три точки опоры. То есть, одной рукой за перилой и две ноги вы стоите на лестнице. Но если рукой не будете держаться, то у вас появится третья точка опоры со временем, когда вы подскользнетесь, это будет ваша попа. Ну, грубо говоря, так. Здесь, собственно, то же самое. Три точки опоры, они и должны быть при любом, так скажем, устойчивом положении любого объекта. Да, еще один пример. Те же самые буровые установки. Есть такие для морского бурения. У вас этот курс не включили в изучение почему-то. Но там бы мы как раз, если бы изучали, я бы про них рассказал. То есть, самоподъемные буровые установки, они стоят на ногах. И минимальное количество ног для того, чтобы буровая установка стояла устойчиво, это должно быть три. Вот здесь, по сути, вся та же самая логика. То есть, три точки опоры – это тот минимум. То есть, некий треугольник, который позволяет распределять нагрузку и давать определенную устойчивость. Итак, поехали. Что такое тяжеловоз? Вот, пожалуйста, вам тяжеловоз. Вот так он выглядит. Сейчас подошу еще фотографию. То есть, это не что иное, как просто рама с колесиками. И когда мне нужно объяснить, что такое тяжеловоз человеку, который его ни разу не видел, я ему говорю, вот смотри, офисный стул, представь себе, который на колесиках. Вот это, по сути, под ним, под каждой ножкой – это его тяжеловоз. То есть, то же самое и делается в буровой. То есть, вы фактически под буровую заводите несколько таких вот тяжеловозов, приподнимаете буровую на домкратах, закрепляете на этих тяжеловозах и, пожалуйста, перемещаете. То есть, фактически вы приделываете колесики к своей буровой установке, как к офисному стулу и перетаскиваете ее на какое-то расстояние. У теложеловоза нет никакого привода. Его приводом является какая-либо тяга. То есть, трактор, либо еще какую-то технику, которую мы можем сцепить, мы можем применять для транспортировки. То есть, сам по себе тяжеловоз состоит из средств перемещения. То есть, это ролики, колеса, гусеницы какие-то. В данном случае у нас гусеничный показан от ТГ-60. У него есть устройство для зацепа за, собственно, трактор, к примеру. То есть, в данном случае он у нас обозначен как дышло с удерживающим устройством. И есть устройство для крепления непосредственно к основанию буровой установки. То есть, это вот как раз-таки под номером 2 захват и гидродомкрат. То есть, гидродомкрат позволяет нам приподнять буровую установку, захват, закрепиться за основание буровой установки. И когда мы уберем фундамент из-под буровой, у нас она будет размещена вот на этом самом тяжеловозе. То есть, вот как этот сам тяжеловоз выглядит. Ну, понятно, что он с фотографией ее где-то с Авито упер, потому что действительно фотографий таких не так много. Ну, вот простейшее совершенно устройство. То есть, никакого там своего двигателя у него нет. Гусеничные тяжеловозы, ну, логика вполне понятна, что они должны применяться, наверное, для тех условий, где не самая лучшая проходимость. То есть, они хорошо себя могут зарекомендовать на грунтах. Вот, собственно, как это все делается, еще раз объясню. То есть, мы берем тяжеловоз, заталкиваем фактически под опорный блок буровой установки, гидродомкратом. Гидродомкратом приподнимаем буровую установку, закрепляемся тяжеловозом, то есть, крепимся к основанию буровой, из-под буровой достаем фундамент. И, собственно, можно гидродомкраты даже приспустить и поехать потащить на тяжеловозу вот этот самый блок. Ну, вот ТГ-60, то есть, тут, я надеюсь, вы логику прочувствовали, да, что может обозначать 60. 60 – это грузоподъемность тяжеловоза. Как альтернатива обыкновенным тяжеловозам, ТГ-60, существуют тяжеловозы ТГП-70. Это специализированные тяжеловозы, которые имеют поворотный механизм. То есть, в чем разница? То есть, проблема, допустим, обыкновенных тяжеловозов, вот этих ТГ-60, потому что они неповоротные, то есть, если вам нужно развернуть, допустим, на 90 градусов вашу буровую установку, то есть, поехать под 90 градусов, то вам придется делать очень большой крюк. И вы на это потратите много времени. Когда вы используете, допустим, гусеничный поворотный тяжеловоз, у него за счет поворотной части, вот здесь, вот в верхней части, у него специальный кронштейн поворотный стоит, то у вас есть возможность, куда вы условно направляете, туда, собственно, буровая за вами и поедет. Ну, здесь просто чисто функционал побольше. Ну, вот так вот выглядит он, поворотный тяжеловоз. То есть, еще раз, вот эта часть, она по факту нужна для закрепления за опорный блок буровой. Здесь у нас рама, а по бокам, вот, собственно, колеса с осями. Если же мы можем перемещать, у нас есть возможность перемещать буровую установку по какой-то хорошо укатанной трассе, ну, не обязательно бетон, да, то есть, это просто хорошо подготовленная трасса, в которой колеса не будут вязнуть, то мы можем взять вот себе, допустим, вот такие тяжеловозы. Это тяжеловозы Т-60. То есть, они колесные. Ну, логика тоже, думаю, понятна, да, то есть, разницы никакой. То есть, сам принцип работы идентичный, здесь просто разница в проходимости. Ну, еще отдельный элемент тяжеловозной техники – это устройство для транспортировки вышки. То есть, что это такое? Вот здесь на картинке показано, это просто рама. Ну, у этой рамы еще должны быть колеса, либо под нее отдельно тяжеловозы крепятся. То есть, это, по сути, металлическая рама, на которую мы, вот, допустим, вот мы отбурили интервал, какую-то скважину, и нам нужно сейчас переехать на другое месторождение. И чтобы буровую не разбирать, мы берем ее просто из вертикального положения в горизонтальное, кладем на вот эту раму, располагаем, она ложится, мы ее крепим. Под вот этой уже рамой у нас стоят тяжеловозы, и мы ее просто в таком лежачем положении можем куда-либо транспортировать. Вот так вот это выглядит, да. Если посмотреть сбоку. То есть, у нас вот наша буровая вышка, под ней вот эта рама опорная, то есть, здесь мы размещаем тяжеловозики, и, собственно, пожалуйста, зацепили и поехали. То есть, ну, опять же, никаких изысков, ничего сверхсложного технически здесь нет. Какие основные акценты, на чем нужно делать акцент при выборе технического средства для транспортирования буровой установки? Ну, во-первых, чего и сколько мы будем вести? Потому что какой груз, какие у него параметры габариты? Это важный момент. То есть, потому что, исходя из этого, вы выберете техническое средство и продумаете, как его правильнее закрепить, груз на этом техническом средстве. Дальше. Технические средства, технические характеристики трассы. Исходя из того, какая трасса, грунт, глина, асфальт, какие перепады по высоте, какие повороты, вы точно так же будете акцентировать выбор своего средства для перемещения. То есть, в одном случае вы, допустим, возьмете тяжеловоз, в другом случае вы КАМАЗ возьмете, в третьем случае вообще скажете, мы по этой трассе не поедем. Способы организации перевозки, ну да, тоже надо понимать. То есть, либо это с куста на куст, то есть на 2-3 километра, либо это на большое расстояние, грубо говоря, там, из Восточной Сибири, куда-нибудь, в Астрахани повезем, Буровую тоже тут своя специфика. Ну и, конечно же, специфика маршрута перевозки, стоит позиция, то есть, какие у нас будут преграды, да, то есть, мосты, там, какие-то навесные, может быть, строения и так далее, по трассам общественного пользования или по специализированным, поедем и так далее. Вот это все накладывает, конечно же, свое влияние на выбор транспортного средства. При транспортировании буровой установки нужно понимать, что мы, скорее всего, будем производить этот транспорт в крупногабаритном виде. Что такое крупногабаритный вид? Крупногабаритным грузам относятся те грузы, у которых параметры высота 3,8 от поверхности дороги, 3,8 и больше, ширина 2,5, длина 20 и более. Собственно, причем, ну, при условии, что даже груз может выступать за параметры, ну, в самой технике. То есть, в большинстве случаев вам, так скажем, придется буровую транспортировать крупногабаритным образом. То есть, вот как здесь показано. Если у нас крупногабаритный груз, значит, это налагает на нас определенную ответственность, и мы не можем просто так вот сегодня вам с Брендила переехать на другое месторождение, вы поехали через город, поехали, повезли свое оборудование. Вы должны уведомлять ГИБДД, вы должны обеспечивать сопровождение этих грузов. То есть, для того, чтобы по дороге общественного пользования двигаться, у водителя, как минимум, должно быть разрешение ГИБДД. А если этот груз крупногабаритный, то водитель должен иметь еще и сопровождение. Ну, и в частности, любые, допустим, перемещения, то есть, если вы едете через какие-то пункты, где будут линии связи, навесные и так далее, то есть, где вы можете чисто потенциально задеть какие-то провода, мосты и прочее, вы должны этот маршрут согласовать с владельцем этой линии. То есть, ну, идея приблизительно в том, что вам должен, грубо говоря, хозяин линии электропередач, например, разрешить провоз вашего груза. То есть, грубо говоря, линия электропередач на высоте 5 метров располагается, а у вас груз там 4,2. То есть, вы должны это согласовать. То есть, что он в курсе, что есть все равно потенциально опасность, что вы вдруг можете что-то там зацепить. Вот. Ну, и такие моменты, например, что вы также должны согласовывать свой маршрут еще и с ЖД путями. Потому что, когда мы транспортируем буровое оборудование, у нас нет такого, что о, а давай-ка мы подгазанем, да, и будем ехать 80 километров. У нас обычно скорость перемещения достаточно маленькая, а раз мы ограничены по скорости перемещения, значит, у нас есть всегда опасность того, что мы на каком-то ЖД пути застрянем. И мы должны согласовывать график своего проезда с графиком движения поездов, чтобы так не получилось, что, грубо говоря, мы застряли на путях, там переезжаем, и тут поезд летит условно какой-нибудь скорой, которому остановиться не так-то просто, чтобы как раз-таки не было потенциальной опасности аварии. А для того, чтобы все это сделать, мы должны подготовить заявку. Мы подаем заявку сначала во все условные службы связи, то есть с железнодорожником, с визистом, всем мы пишем, разрешение получаем, и после этого, не позднее, чем за 6 дней для перемещения, мы на согласование маршрут следования передаем ГИБДД, то есть чтобы они знали, что мы по этому маршруту повезем свою там буровую установку. И если грузы крупнокабаритные, то нам будут выделять так называемые автомобили сопровождения либо автомобиль прикрытия. То есть что между ними разница? То есть автомобиль прикрытия это тот автомобиль, который, так скажем, обозначает в некоторой степени габариты нашего технического средства. То есть вот он едет, допустим, перед техническим средством, он выдвигается даже иногда на какую-то часть трассы для того, чтобы показать, что вот он габарит нашего грузовика. То есть это автомобиль прикрытия. А автомобиль ГИБДД, патрульный, зачем он нужен? Он нужен как раз-таки для того, чтобы налаживать какую-то, ну, именно перевозку в каких-то, так скажем, насыщенных магистралях. Ну, то есть, грубо говоря, вот перекресток. Если нужно какой-то перекресток пройти, у вас скорость перемещения, у вашего груза, ну, там действительно 5 километров в час. И пока вы там раскочегаритесь, да, то есть пока вы там будете проезжать этот перекресток, время уже закончится, и уже, по сути, другие автомобили должны ехать. Вот в эти моменты патрульные автомобили, они перекрывают дорогу и говорят, не, ребята, подождите, вы ждете, сейчас проедет вот этот, так скажем, нагруженный автомобиль, и потом вы поедете. То есть, ну, патрульный автомобиль обеспечивает именно проходимость в тех или иных участках, где это может потребоваться. То есть, где мы просто можем не уложиться в какой-то регламент времени. Когда запрещена перевозка оборудования? Запрещена в нескольких случаях, то есть, когда гололед, когда сильный снегопад, когда ограниченная видимость. Ну, здесь, я думаю, вполне очевидные моменты, потому что техника, которая перевозит десятки тонн, то она вообще может быть полностью неуправляемой в этих условиях. Ну, и, конечно же, здесь еще и накладываются определенные скоростные режимы. То есть, допустим, в рамках куста, ой, в рамках, прошу прощения, месторождения, на многих месторождениях идет ограничение, там, допустим, для транспортировки бурового оборудования не более 20 км в час, а для перемещения просто в рамках месторождения более 40 км в час. То есть, эти ограничения стоят, у людей прямо в машинах стоят фиксаторы, то есть, если идет превышение скорости, то водитель штрафуется. Ну, и, конечно же, запрещена перевозка в случае, если водитель чувствует то, что недомогание, либо то, что усталость и так далее. В принципе, в ночное время тоже не рекомендуется производить перевозку за исключением случаев, ну, когда, допустим, вот вам надо действительно какой-то большой объем оборудования провести через какой-то населенный пункт, либо какую-то оживленную трассу. В этих случаях, наоборот, может быть осуществлена перевозка в ночное время, но при условии, опять же, патрульного сопровождения сотрудниками госавтоинспекции. Ну, и, опять же, если говорить о видах транспортирования буровой установки, то ее делят на два типа. То есть первый вид – это когда с площадки на площадку, то есть это вот как раз-таки о чем я сейчас только что повествовал буквально 40 минут. А есть вариант, когда мы перемещаемся в рамках кустового основания. То есть это по-другому называется передвижка. То есть передвижка, она может осуществляться на 5, на 10, на 20, на 100 метров. Но это уже в зависимости от, как говорится, тех потребностей, которые у нас заложены. Сам по себе, если говорить о видах транспортирования буровой установки, он может быть агрегатным, мелкоблочным и крупноблочным. В чем разница? Агрегатный – это тот способ, когда мы буровую установку, как конструктор Лего, разбираем и полностью демонтируем мы перевозим на таких вот транспортных средствах общего пользования. То есть на обыкновенных грузовиках, тягачах и так далее. Мелкоблочный – это тот случай, когда вы свою буровую установку делите на несколько частей, на несколько блоков мелких, по 10, 20, 30, 40 тонн, и на специальных уже платформах перемещаете. То есть там уже используется зачастую специальная техника, то есть специальные платформенные полуприцепы крупногабаритные, ну и точно так же какие-то тягачи. И крупноблочный метод – это тот случай, как раз-таки, когда мы применяем тяжеловозы. То есть когда мы используем исключительно специализированную технику с какой-то сторонней тягой. Но при применении крупноблочного метода мы пытаемся перевести буровую установку в 2-3 приема с применением тяжеловоза по 100-250 тонн веса и так далее. Ну то есть блоки перевозим такие крупные. Ну логика здесь такова, что агрегатный способ, он вроде бы быстрый. То есть вы можете быстро много груза перевозить, но он в некоторой степени выражается так геморройный. То есть вам нужно разобрать все оборудование, потом его собрать. И каждый раз полная сборка-разборка оборудования, сами понимаете, что сказывается на техническом состоянии ваших агрегатов. То есть 25 раз насос открути-прикрути, он явно спасибо не скажет. Ну, сами понимаете. То есть это вот кто, как говорится, совершает часто переезды, вы поймете меня. То есть когда ты возьмешь какую-то мебель, перевозишь 5-10 раз, и тебе нужно эту мебель разобрать, собрать, какую-то стенку, то на четвертый раз уже охота эту мебель выкинуть, потому что она вся расшатана. И здесь, по сути, та же самая логика. Но с другой стороны, вот, допустим, крупноблочный метод, он, конечно же, хорош. Ты берешь, ты фактически огромным блоком все транспортируешь. Но здесь есть другая проблема. Сами понимаете, что это не всегда применимо. То есть не в каждом случае вы можете вот этим крупным блоком что-то куда-то там перетранспортировать. То есть, допустим, если у вас большая пересеченность местности по высоте, то не всегда это реализуемо. Вот. В рамках перемещения кустовых буровых установок можно перевозить вот так называемой с тяжеловозной техникой оборудование. Собственно, как рекомендуется? Вот здесь как раз таки, когда вы применяете тяжеловозы, рекомендуется использовать правило трех точек. Вот как раз таки пример. Вышечно-лебедочный блок здесь показан. Для того, чтобы его транспортировать, мы используем минимум четыре тяжеловоза. То есть, под самую тяжелую часть, то есть там, где лебедка расположена, то есть где большая металлоемка, ставится два тяжеловоза рядом. И с другой стороны ставится по принципу треугольника еще в две вершины по одному тяжеловозу. То есть вот у вас есть так внимательно проследить, вот получается треугольничек, то есть в рамках которого распределяется весь вес. То есть правило трех точек, оно должно быть построено еще и на принципе треугольника. То есть вы размещаете как бы минимум опоры, чтобы они располагались в идеале либо в углах равнобедренного, либо равностороннего треугольника. Это позволит обеспечить наилучшее распределение нагрузки. Ну вот пример, допустим, насосный блок тоже, видите, с помощью трех тяжеловозов можно транспортировать. То есть два тяжеловоза с одной стороны и один тяжеловоз с другой. То есть все, вот они, три точки опоры, то есть правило трех точек и вот правило треугольник, то есть равнобедренный треугольник получается. Ну, допустим, для транспортировки вышки точно так же рекомендуется использовать три тяжеловоза по тому же принципу. То есть выстраивать сразу тоже скажу тяжеловозы в одну линию, но это нелогично, потому что как бы устойчивости никакой не будет. То есть здесь именно вот это правило нужно выдерживать. Что касается блочно-модульной транспортировки, то есть когда мы говорим установок кустовых блочно-модульного исполнения, там можно по блокам транспортировать с помощью допустим крупных каких-то платформенных транспортных средств. Ну, то есть на большую платформу погружаете и тащите с помощью тракторов, например. Здесь именно такое. Ну, что касается передвижки, если о ней говорить, то передвижка может осуществляться несколькими методами. То есть самый распространенный распространенный это, как говорится, эшелонный метод передвижки. Для того, чтобы такой метод использовать, у вас должно быть на буровой буровая оснащена специальными тумбами, на которых будут рельсы. На буровой должны быть колеса либо ролики, должны быть гидротолкатели и гидродомкраты. Как это работает? Это работает следующим образом. То есть в базовом состоянии ваша буровая находится на гидродомкратах. Она стоит на гидродомкратах кустовая. Когда вам нужно ее передвинуть, вы гидродомкраты спускаете, и у вас буровая опускается на колеса. То есть рельсы совмещаются с колесами. Значит, в этот момент буровую можно уже куда-то вправо-влево двигать. После этого вы начинаете задействовать гидротолкатели. То есть гидротолкатели это гидроцилиндр, который в горизонтальной плоскости толкает нашу буровую. Что мы собственно и делаем. Мы инициируем гидротолкателем толчок нашей буровой, то есть она проталкивается на какое-то расстояние. И вот так мы толкнули, переставили гидротолкатель, снова толкнули и так далее. И вот так перемещаем на нужное нам расстояние. Если потребуется, мы можем тумбы переставлять тоже. То есть тумбы с рельсами могут перемещаться на нужное количество раз, в зависимости от того, на какое расстояние нам нужна передвижка. И после того, как мы дошли до нужной нам точки, с которой будем продолжать бурение, мы снова поднимаем на домкрату нашу буровую, и она находится в статичном положении и выполняет именно роль буровой. То есть она уже может бурить. Есть другой тип, это, так скажем, Bentech фирма, либо Bentech, ее по-разному называют, предлагает. Она предлагает шагающую буровую, то есть эта буровая оснащается вот такими блоками, то есть у этого блока есть гидроцилиндры вертикальные, горизонтальные и платформа. То есть как это работает? изначально буровая расположена на своем основании. Когда нам нужно ее передвинуть, у нас сначала выдвигается вертикальный гидроцилиндр, то есть он берет, упирается, вот эта платформа упирается в основание, то есть в грунт, и приподнимает нашу буровую. То есть буровая приподнимается на сколько-то там сантиметра. После этого горизонтальный цилиндр толкает вбок, то есть он берет и смещает на сколько-то сантиметров вбок нашу буровую. После этого мы опускаем буровую на пузо, грубо говоря, и возвращаем в исходное положение все гидродомократы, все эти гидроцилиндры. После того, как мы вернули, мы снова можем поднять буровую, сместить ее вбок. И вот так она, грубо говоря, как лягушка прыжками перемещается с одного положения в другое. По сути, интересная схема, но вопрос в другом. Насколько она реализуема в условиях проседающих грунтов. Я видел именно видео, как это реализовано при перемещении по железобетонным плитам. По железобетонным плитам впечатляет. Если говорить по грунту, то есть по песку, например, как это будет перемещаться, тут возникают спорные моменты. Не знаю, не утверждаю. Еще один вариант перемещения на салазках. Когда у вашей буровой сделаны салазки, вы берете буровую цепляете тракторами и с помощью тракторной тяги перетаскиваете на какое-то расстояние. Тут какие моменты? Во-первых, это используется в основном в 3D-шках, в разведочных буровых установках. Я даже скриншот делал с ролика «Беларусь нефти». Они в Беларуси перетаскивают буровые. Важно подготовить трассу, чтобы можно было тащить буровую. И главное, чтобы тяги тракторов хватило. Если салазки не будут зарываться, если они будут спокойно перетаскиваться и лозить по грунту, не будет грунт проседать, то вы точно так же обеспечите нужное вам перемещение. Варианты могут быть разнообразные, но если говорить про нашу отечественную практику, то у нас применяется чаще эшелонное перемещение по рельсам. Итак, коллеги, на этом у нас лекция завершена. Продолжение следует...